На улице серая погода, но здесь светит солнце большого количества людей, которые собрались поговорить о безопасности, поговорить про безопасность кредитно-финансовой сферы. Ну и рад приветствовать вас и представить доклад о развитии сервисов Ассои Финцерт Банка России. Ассои Финцерт у нас была создана в 2018 году, физически представляет собой фактически две больших платформы. Это продуктивный ландшафт, это полноценный личный кабинет и информационно-сервисный портал, в котором вы можете посмотреть все, что касается Ассои Финцерт. Ассои Финцерт раз и два – это тестовые ресурсы Ассои Финцерт, с которыми вы можете проводить обучение персонала, тестирование заполнения инцидентов, информации об инцидентах, тестирование всех видов взаимодействия с нами, и в том числе через нас с восьмым центром ФСБ, с НСККИ. Та же самая история касается и раскрытия информации всего того, что вы можете, что вам доступно в личном кабинете участника Ассои Финцерт. В настоящее время, несмотря на то, что у нас немного прошло с момента старта системы, у нас уже подключено 624 организации, технически это 100% банковской сферы, я имею в виду именно банков в классическом их понимании, это 39 расчетных небанковских коммерческих организаций, и уже достаточно большое количество страховых организаций, подключение которых мы начали в этом году. Такое достаточно большое и обширное количество пользователей системы говорит о том, что и система востребована, и людям она необходима и нужна, в первую очередь, для тех целей, о которых говорил Артем Игоревич. А нужна она для того, чтобы обеспечивать взаимодействие между организациями кредитно-финансовой сферы и нами. Значит, что же позволяет сделать Ассои Финцерт? Оно позволяет ускорить все процессы взаимодействия между вашей организацией, Финцерт и, в конечном и доке, восьмым центром ФСБ. Это и выявление атак, и борьба с мошенническими ресурсами, вредоносными ресурсами, и ресурсами распространяющими вредоносы в программе обеспечения, и предоставление информации в соответствии с 187-м федеральным законом в ГОСОПКУ, и, соответственно, анализ образцов ВПО. То есть все то, что вам в режиме реального или близко к реальному времени необходимо в жизни и для обеспечения той деятельности, которая нужна. И тот сервис, который предоставлен ГОСОПКой по проверке, а подозрительно это, не подозрительно письмо, мы чаще всего тоже получаем в рамках анализа предоставления образцов ВПО. И в рамках этого разбора вредоносных образцов вы получаете часть из тех бюллетеней, которые направляются всем участникам. Значит, теперь перейдем, собственно говоря, почти все вы подключились, но я вижу, что в зале уже достаточно много новых лиц, связанных с страховыми организациями и так далее. На слайде изображен процесс подключения КОСОФИНСЕРТ. Он на самом деле предельно простой. Скачивается комплект участника, заполняется форма, отправляется нам. Параллельно вы проводите технические мероприятия по настройке и установке средств криптографической защиты. И после получения первичного пароля ваша организация подключена к ОСОФИНСЕРТ. Соответственно, те рассылки, которые вы от нас получаете, они, в первую очередь, профилируются той ролью, которую вы выполняете в кредитно-финансовой сфере. То есть, если это банк, это одна информация, если это страховая, то в будущем будет другая информация. Технически сейчас мы стараемся передавать максимальное количество информации вам, для того, чтобы вы обладали максимальной информацией для реагирования на те или иные угрозы и вызовы, возникающие у нас. Технически у нас сейчас введена в действие только первая очередь ОСОФИНСЕРТ. Это, можно сказать, первые два шага в то, можно сказать, светлое будущее, которое даст возможность автоматизировать те процессы, которые у вас есть по и выявлению инцидентов, и по реагированию инцидентов, и по обмену и передаче информации. Почему я говорю постоянно про обмен и передачу информации? Потому что для системы данные – это основная часть, которая в ней путешествует от вас к нам и от нас к вам в виде бюллетеней, в виде рекомендаций или адресных запросов, адресных обращений. Технически на базе ОСОФИНСЕРТ реализована также система, в данном случае прототип системы FIT-антифрод, которая обеспечивает выполнение со стороны вас федерального закона номер 167. Это о необходимости информирования Банка России о операциях, совершенном без согласия клиента. Соответственно, в обратную сторону, в рамках платформы ОСОФИНСЕРТ, вы получаете те самые фиды антифрода, которые вы можете и, в соответствии с законом, должны применять для работы с своими клиентами. Теперь перейдем к тому, что же вас ждет. С левой стороны изображено то, что уже сделано в системе, то, чем вы уже пользуетесь. И что же у нас во второй очереди, которая завершится в конце этого года, предполагается? Это расширение функций сервисного портала и сервиса личных кабинетов. Второе, это у нас будет полноценный API для взаимодействия и по передаче информации о всех видах инцидентов, и по получению от нас информации, чтобы автоматизировать те процессы, которые сейчас зачастую у вас идут в ручном режиме. Третье, у нас будет сформировано реализован функционал электронной подписи, для того, чтобы те сообщения, которые вы нам направляете, содержали электронную подпись, и за счет этого была неотказуемость и четкость в предоставлении информации. Разумеется, в обратную сторону вы уже получаете, если мы говорим про бюллетени и все остальное, информацию, подписанную на сертификате финцерта. Ну и, конечно, мы будем расширять функции в самой системе, чтобы реализовать вам возможность в режиме не реал тайма, в режиме возможности отправить нам те сэмплы, которые вы выявляете с вредоносным ПО, и получить достаточно оперативный ответ, в принципе, без участия человека. То есть это аналог того, что сделано на Вирус Тоттале, например, только на нашей стороне, без утечки, грубо говоря, информации на территорию Российской Федерации. Теперь что же будет вам реализовано с точки зрения получения информации? Для получения будут реализованы механизмы машиночитаемых форматов, которые будут доступны через API, и технически будет реализован функционал распространения индикаторов компрометации, пригодный для загрузки в ваши системы, которые обеспечивают обработку инцидентов, то есть в СИЭМ-системы. В данном случае это та часть, которая вам позволит автоматизировать те процессы, которые реализованы у вас по реагированию на наши бюллетени, на наши адресные запросы, на ту информацию о тех угрозах, которые у вас возникают на вашей стороне. Все то, что вы уже сейчас реализуете, только реализуете с помощью человека, имейла, визуального входа в личный кабинет и так далее. Если вкратце, то это часть, которая вам напрямую видна в личном кабинете и, соответственно, то, что вы получаете. Кроме этого, разумеется, мы еще ряд сервисов реализуем, те, которые для вас и видны, и не видны, и часть дополнительных сервисов. Я уже говорил про то, что будет сервис по проверке вредоносного ПО. Фактически сейчас его в личном кабинете нет, но в будущем он у вас появится, и это будет возможность получения дополнительной информации. Дальше будет у нас реализован сервис автоматического взаимодействия с ГОСОПКО. Это для того, чтобы, как говорил Алексей Олегович, если вы выбрали Финцерт как центр, который предоставляет информацию об инцидентах в консолидированном виде в НКЦКИ, то, соответственно, те инциденты, которые вы будете нам сообщать, касающиеся непосредственно так на вас, как клиентов грин-финансовой сферы, как организации, соответственно, они будут автоматически, без участия человека, перенаправляться к коллегам в НКЦКИ. Также мы планируем реализовать сервис, который будет, надеюсь, востребован в случае каких-либо крупных хищений, которых чуть-чуть не сглазить, надеюсь, не будет. Но мы будем готовиться, чтобы была возможность оперативно реагировать. Это сервис получения смс-уведомлений операторам и участникам, пользователям на вашей стороне. Потому что, разумеется, никто из нас никогда в реал-тайме не смотрит в личный кабинет, я имею в виду, ни один из участников. И, в общем-то, является достаточно большой дичью, когда это необходимо делать реально-реально часто-часто. А тут что-то серьезное случилось, соответственно, вы получаете смс-уведомления. Кроме этого, мы хотим реализовать полноценную работу с электронной подписью, как я уже говорил. Потому что сейчас зачастую необходимо не только сказать, что вы сообщили, а сказать, когда это произошло, и подтвердить, какой пользователь это сделал. Соответственно, функционал электронной подписи для этого и реализуется в системе. Плюс к всему, с учетом того, что у нас Асоя Финцерт является информационно-технологической платформой для реализации 167ФЗ, того самого ФИТ-антифрода, вам необходима будет возможность получить электронную подпись под тем сообщением о попытке, будем так говорить, при остановке денежных средств на стороне клиента, о том, что получилось, не получилось, вместе с электронной подписью. И этот функционал тоже будет востребован, надеюсь, вами в дальнейшей деятельности.